Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса всё о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Паллада отправляется в кругосветку из Владивостока. Фрегат планирует максимально близко подойти к Антарктике. Многоэтажки Владивостока преображаются. Ремонт фасадов ведётся по десяткам адресов Приморской столицы. Праздник не наш, но яркие и весёлые жители Владивостока готовятся к празднованию Хэллоуина. Также в выпуске жители стареют, а численность населения сокращается. Статистика показала главные экономические угрозы Владивостока. И ещё раз скажем, пора утепляться. Приморье на длительных выходных придёт похолодание. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Старение населения и ухудшение возрастной структуры назвали главной угрозой экономики Владивостока. На 1 января нынешнего года в дальневосточной столице постоянно проживало примерно 633 тысячи человек. Таковы данные приморской статистики, которую приводят чиновники мэрии. За 2018 год численность постоянного населения увеличилась лишь на 42 человека к 2017. Причём это было обусловлено миграционным притоком и естественной убылью населения. По состоянию, на 1 августа 2019 года в дальневосточной столице уже проживало 632 тысячи человек. Соответственно, за полгода город потерял более тысячи жителей. В январе-июле 2019 число родившихся составило 88%, 3000 человек. К аналогичному периоду 2018 года умерших 98%, 4000 человек. Также из статистики следует, что на 1 января на тысячу человек трудоспособного населения приходилось 626 детей и лиц пенсионного возраста. Такая динамика подтверждает негативную тенденцию демографического развития. Во Владивостоке снижается рождаемость, а население постепенно стареет. В Краевом центре продолжается ремонт фасадов в многоквартирных домах. Всего в списке ремонта в этом году 84 адреса. Почти все многоэтажки находятся на центральных улицах города. Фасады в ходе ремонта очищают от пыли и старой краски. Заделывают швы, штукатурят, грунтуют и заново красят. Работа находится на контроле депутатов и специалистов мэрии. Подробности в нашем следующем сюжете. Владивосток – город на сопках. Практически с любой точки приморской столицы открывается широкий панорамный вид. Каждый дом на виду. С таким раскладом качества фасадов – первостепенная вещь для того, чтобы территория выглядела действительно по-столичному, радовала глаз горожан и гостей города. В этом году в списке ремонта 84 многоквартирных дома. Для сравнения, в 2017 году в городе был отремонтирован всего 21 фасад, а в 2018 – 16. Почти все дома из списка расположены на центральных улицах города. Однако попали в план ремонта и так называемые свечки на сопках у Амурского залива на улицах Чкалова и Чапаева. У нас в эту программу по федеральным средствам попали все вот эти свечки. То есть это было предложение управляющей компании включить вот все серии этих свечек. Почему? Потому что эти фасады, они у нас самые проблемные во Владивостоке. Вот эта серия домов, они всегда у нас жалуются на промежзание, протекание и так далее. Потому что, ну, не так построена, скажем так, такая серия домов, что вот они такой немножко южный вариант, который не совсем, наверное, для Владивостока был примен. А тут еще они стоят на сопке. Фасады в ходе ремонта очищают от пыли, краски, заделывают швы, оштукатуривают, грунтуют и красят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Наблюдала, как делали, постоянно видела. В общем, мне довольны. Я, например, как со стороны, была довольно тщательно. По несколько раз мазали. Напомним, масштабный ремонт фасадов во Владивостоке проходил в рамках муниципальной программы Жилищный фонд Владивостокского городского округа при софинансировании администрации Приморского края. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей. Это вообще прекрасно, что у нас сейчас проводится столько программ. Это правда. Это вообще вот уникальная возможность для города, для активных жителей во всех программах поучаствовать. И тысячу дворов, и современная комфортная городская среда, и, конечно же, фасады. Это очень важно. У дома самого, у жителей, как правило, нет на это денег. Это большие суммы. Кстати, цвета домов определены в соответствии с колористическим планом города, который разрабатывали в управлении, градостроительство и архитектуре администрации Владивостока. Я бы хотел отметить, что уровень внешне выглядит достаточно качественно. Мы сегодня увидели некоторых жителей этих районов и домов, вот подходили к нам и делились своими впечатлениями о том, что у них по состоянию в доме происходит. Я бы сказал, и определенная колористика выдержана достаточно приятно, что ли, выглядит. И вот мы сегодня слышали, что здесь на доме будет подсветка определенная. Мы надеемся, что наш город все-таки станет более колоритным таким и более приятным. Отметим, что фасады многих домов во Владивостоке не ремонтировались десятилетиями. Мощным толчком в этом плане для города послужил саммит АТС в 2012 году. Тогда сотни зданий обрели совершенно новый вид и радуют глаз горожан до сих пор. Затем обустройством фасадов занялись и некоторые управляющие компании. А теперь в статусе дальневосточной столицы город просто обязан выглядеть ярко, свежо и нарядно. Джафар Магрупов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом. Выявлять рак и туберкулез в Приморье поможет мобильное диагностическое оборудование. Два современных мобильных флюорографических комплекса приобретены для краевого туберкулезного диспансера Приморье. Новая техника представляет собой полноценный кабинет с современным цифровым оборудованием, рабочим местом врача и зоной для пациента. Комплексы будут регулярно выезжать в отдаленные населенные пункты, жителям которых проблематично добраться до районного центра. В течение ближайшей одной-двух недель совместно с главным врачом, с штатными специалистами по афтезиатрии мы составим график передвижения наших мобильных комплексов для того, чтобы мы уже в плановом режиме понимали, в какие именно районы, наиболее проблематичные районы, необходимо присутствие мобильных комплексов для раннего выявления и, соответственно, уже принятия соответствующих мер организационного характера по медицинской помощи пациентов, у которых есть риск заболевания туберкулезом, у которых есть подозрения и так далее. Планируется, что автобус будет выезжать для обследований несколько раз в неделю. За один такой выезд пройти диагностику смогут около ста человек. Ставка делается не только на выявление туберкулеза, но и на определение онкологических заболеваний. Новую технику оценили и врачи, те, кому предстоит работать на выезде. Достаточно распространенное заболевание, на одном из первых мест находится, но у нас чаще стараются снизить показатели заболеваемости. В этом году они уже были значительно снижены. И я бы рекомендовала всему взрослому населению, согласно плану диспансеризации, раз в год, раз в два года, согласно их группе наблюдения, проходить регулярно флорографические осмотры, потому что не застрахован никто. И помимо туберкулеза мы выявляем еще такие заболевания, как рак, пневмония. То есть в любом случае флорографический осмотр очень важен. Учебный трехмачтовый фрегат «Паллада» в честь 200-летия открытия Антарктиды отправляется в кругосветное плавание. Отправной точкой кругосветки станет порт Владивосток. Цель путешествия – максимально близко подойти к Антарктике. Как приморский парусник готовился к кругосветному путешествию, расскажет Максим Яковлев. 1 ноября учебный парусник «Далеры Птуза» «Паллада» отправляется в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. В памятный рейс также выйдут «Барк Крузенштерн» из Калининграда и «Барк Седов» из Санкт-Петербурга. По плану экспедиции «Паллада» выйдет из Владивостока, проследует через Тихий океан, обогнет мыс Горн. Далее – Южная Атлантика. А в феврале маршрут экспедиции максимально близко подойдет к Антарктиде. После «Паллада» обогнет Южную Африку и проследует до Владивостока, тем самым завершив кругосветное путешествие. Для «Паллада» это третья кругосветка. Первый раз «Порочник» огибал земной шар в 2007 году, и тогда он попал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый фрегат. А буквально накануне судно вышло на ходовые испытания. Работоспособность всех систем судна проверяли в бухте «Золотой рог» и в Амурском заливе. Плавание, конечно, скажем так, длительное, поскольку в большей степени у нас 2, максимум 3 месяца. Здесь порядка 7-7,5 месяцев, может даже чуть-чуть побольше. К слову, судно в этом году отмечает юбилей – 30 лет. Оно было построено на польских верфях в городе Гданьске в 1989 году. На борт «Парусника» прибыли курсанты из морских учебных заведений, причем не только приморских, но и из Сахалина, из Новосибирска и Крыма. Во время учебы они осваивали одну из первичных рабочих специальностей и теперь смогут стать матросами, электриками, мотористами или радиооператорами. Это воспоминание такое очень хорошее, впечатляет. Ну, впечатлительно и надолго его, запомнишь, засядет в душу, так сказать. И можно будет рассказать потом своим потомкам, внучкам, детям о том, что побывал в кругосветном путешествии. Мне нравятся «Парусники», мне нравятся эти рейсы, потому что это, как бы, для моей специальности это очень хорошая практика. И хотелось бы попасть, потому что очень много городов будет, очень много разных стран, и путешествия – это в первую очередь, в которые ничего стоит пойти. Напомним, честь открытия шестого континента Антарктиды принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции в составе двух военных шлюпов – «Восток» и «Мирный». Парусники отправились в плавание в июле 1819 года из Кронштадта, а 28 января 1820 года вошел в историю как день открытия Южного материка. Отметим, что шлюпы «Восток» и «Мирный» пробыли в плавании 750 дней и прошли более 90 тысяч километров. Плавание парусника «Паллада» начнется 1 ноября 2019 года и продлится до июня 2020 года. Максим Яковлев, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на 8. Специалисты Всероссийского научного института рыбного хозяйства и океанографии завершили все необходимые приготовления для начала погрузки 50 белух в Центре реабилитации бухты «Средняя» и их транспортировки к месту выпуска. Ожидается подписание документов на передачу белух со стороны собственников животных. Два научно-исследовательских судна завершили бункировку и стоят на рейде в Приморье. На борт доставлено все необходимое оборудование. Полностью укомплектован экипаж и команда специалистов, которая будет осуществлять погрузку, сопровождение и выгрузку животных. В ее состав вошли ученые института, ветеринары и опытные тренеры. На суда в специально подготовленные ванны будут загружены все 50 белух. Выпуск животных будет проводиться в Бухте Успения в районе Лазовского государственного природного заповедника Приморье. Напомню, 24 октября Институт рыбного хозяйства официально направил компаниям, которые в настоящее время владеют животными и содержат их в Бухте Средняя, очередной комплект договоров на их выкуп в целях дальнейшего выпуска в естественную среду обитания. Как ранее сообщалось, выпуск последних оставшихся в Бухте Средней 50 белух должен состояться до 1 ноября. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Ведьмы, малефисенты и вампиры молодежи Владивостока готовятся отметить День всех святых или Хэллоуин. Приморцам советуют утеплиться, а на выходных в крае ожидается похолодание. Спорт-обзор. Хэкисты Адмирала и футболисты Луча потерпели поражение в последних матчах. Партнер выпуска новостей – Торговый дом. Планета безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами Юля Ракотская. И мы продолжаем. Ведьмы, малефисенты и вампиры молодежи Владивостока готовятся отметить День всех святых или Хэллоуин. Приморцам советуют утеплиться, а на выходных в крае ожидается похолодание. Спорт-обзор. Хэкисты Адмирала и футболисты Луча потерпели поражение в последних матчах. В ночь перед Днем всех святых отмечается Хэллоуин – праздник, уходящий корнями в губ веков и берущий начало из кельтской культуры. 31 октября считалось у кельтов последним днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на зимний сезон. Праздник давно полюбился и российской молодежи. О том, как отмечают Хэллоуин во Владивостоке, в сюжете Катерина Матвеевой. Светильник из тыквы, зловещие костюмы, яркий грим – непременные атрибуты праздника Хэллоуин. Несмотря на то, что для россиян этот праздник достаточно новый, его уже успели полюбить. Молодежь заранее придумывает образы и заказывает необходимую атрибутику в онлайн-магазинах. Больше будем конфетки раздавать? Да, мы хотим сделать такой более добрый праздник. Просто в нашей стране он мало празднуется, и мы хотим более добрый сделать. По данным интернет-магазина «Азон», россияне начали готовиться ко Дню всех святых 15 октября. Продажи карнавальных костюмов выросли на 450% относительно среднего значения в году, а аксессуаров на 361%. Традиционно на выбор костюмов оказывают влияние кинопремьеры. Будешь объявлять? Назови меня Джокер. На зловещий макияж потребуется гораздо больше времени, чем на обычный, да и стоит он на порядок дороже. Так, 31 октября визажисту придется отдать от 3 до 6 тысяч рублей и пару часов своей жизни. Можно предугадать, что это будет однозначно Джокер, да, плюс еще выходил недавно ужастик «Но-2», то есть там тоже будет клоун, только немного другой образ. Ну, я думаю, что будут стандартные образы, как они, скелетов, монашка из ужастика, да, который «Астрал», да, этот ужастик самый популярный. Несмотря на то, что Хэллоуин отмечает 31 октября, в столице Приморья праздник мертвецов традиционно растягивается на несколько дней. Тематические мероприятия начались еще в прошлую пятницу. Меньше десятка заведений города анонсировали проведение Хэллоуина, а некоторые бары сделали это в последний момент. В этот день средний чек в клубах и ресторанах Владивостока поднимается на 15-20%. В преддверии Хэллоуина мы, конечно, ожидаем большую посещаемость, однозначно ожидаем более высокий чек, чем обычно. Мы представим наших сотрудников в виде персонажей из «Алисы», так как «Алиса» – это наша тематика, тематика нашего заведения. Конечно, мы под нее подберем все костюмы, ну, мейк какой-то, да, чтобы больше реализовать нашу идею в этом празднике. Напомним, корни праздника уходят во времена дохристианской эпохи. У племен кельтов 31 октября считался последним днем уходящего года и означал окончание сбора урожая и переход на новый зимний сезон. В эту ночь по древнему поверью миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Для того, чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных пришельцев. На улице возле домов оставляли угощения для духов, а сам народ собирался у костров, разводимых с жрецами-друидами, и приносил жертву животных. После жертвоприношения люди брали священный огонь, чтобы внести его к себе в дом. Сегодня символом этого огня является светильник из тыквы. Катерина Матвеева, Алексей Толстихин, Игорь Боутов. Новости на Восьмом. Впереди у приморцев три выходных дня. Это связано с празднованием 4 ноября – Дня народного единства, который отмечается в России с 2005 года. Как сообщили метеорологи, погода в Приморье в эти дни существенно меняться не будет. Над Амурской областью и Китаем будет располагаться антициклон, а его отрок распространится на Приморский край. Осадков не предвидится, но антициклон принесет похолодание. Ночью в субботу при ясной погоде усилится выхолаживание воздуха. Минимальные температуры понизятся до минус 1-8, а в горных районах даже ниже. На южном побережье будет традиционно теплее, но и не жарко. В воскресенье температурный фон станет еще на 2-3 градуса ниже, чем в субботу. В последний выходной день температурный фон вновь начнет повышаться. Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. Ночью прохладная температура воздуха опустится ниже 0 градусов. Днем в субботу до плюс 10. А вот воскресный день из-за сильного северо-западного ветра также ожидается холоднее субботы на 2-3 градуса. В понедельник ветер стихнет и немного потеплеет. Из-за довольно низкой температуры и свежего ветра погодные условия будут не совсем благоприятными для отдыха на свежем воздухе, предупреждают синоптики. Тем, кто же решит выбраться на природу, места для отдыха лучше выбирать закрытыми от ветра, а одежду потеплее. Несмотря на то, что погода в этот уикенд, теплом нас не порадует, огорчаться не стоит. Напротив, это дополнительный повод посетить какое-либо культурное, познавательное или развлекательное мероприятие Владивостока. А подробнее о них расскажет моя коллега Катерина Матвеева в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Мебельную комедию в двух действиях «12 стульев» покажут в театре Горького. В новой сценической адаптации зрителю предлагают неординарную трактовку известного сюжета. Главным героем здесь становится Воробьянинов, для которого охота за сокровищами превращается в серию психологических трансформаций. Из трусливого, нерешительного человека в одержимого неврастеника, который готов на все, чтобы достигнуть своих меркантильных целей. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. В Террако-Седанка-Сити пройдет выставка экзотических животных. Жители и гости города смогут познакомиться со змеями, ящерицами, крокодилами и другими рептилиями. Опытный специалист прочтет лекции об обитателях царства присмыкающихся. Начало в 10.00, стоимость билетов 250 рублей. На концерт «Самый лучший день» приглашает Приморская краевая филармония. В программе «Золотые хиты» российской эстрады. Начало в 18.30, стоимость билетов 500 рублей. День морских чудовищ отмечают в Приморском океанариуме. В программе «Блуждающий станционный маршрут», «Жуткий аквагрим», «Секретные мастер-классы», «Лекторий отпуст» и многое другое. Также пройдет мастер-класс по зажигательным ирландским народным танцам, где каждый сможет окунуться в атмосферу праздника, с удовольствием сбить набойки на старых туфлях и выучить несколько лихих танцев, даже при отсутствии танцевального опыта. Начало в 11.00, стоимость билетов от 500 до 1000 рублей. Тихоокеанский государственный медицинский университет приглашает школьников на день открытых дверей. Будущие абитуриенты смогут узнать все о приемной кампании 2020 года, напрямую задать интересующие вопросы деканам, а также заглянуть в аудитории, лекционные залы, своими глазами увидеть современный симуляционный центр, научную лабораторию и посетить новый музей. Начало в 10.00, вход свободный. На презентацию новой книги о Владивостоке «Дорога на горностай» приглашаются гости и жители Приморской столицы. Каменные львы на Пушкинской, малиновые пиджаки и первые яхты. Борьба за место под солнцем, но выживут не все. Кто-то войдет в новый век с полными карманами, а кто-то сгинет в пучине залива Петра Великого. Эпоха 90-х годов, романец Татьяна Таран, «Дорога на горностай». Начало в 14.00, вход свободный. На сцене Театра Горького повесть в двух действиях «Энергичные люди». Возможно ли в нашей стране дело делать и в то же время закон не нарушать? Острый социальный вопрос, который ставит Василий Шукшин в своем произведении, актуален и сейчас. Но есть и рецепт успеха. Энергично, эмоционально и не стесняясь в выражениях, автор напоминает о том, что мы сами создаем свой мир, и мы сами можем выстроить его по законам добра и любви. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. В рамках «Ночи искусств» всех желающих приглашают на премьерный показ фильма Андрей Тарковский «Кино как молитва». Рассказ великого режиссера о самом себе. В основе ленты лежат нигде ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи лекций, интервью, видеохроника со съемок фильмов. Начало в 17.00, вход свободный. Ботанический сад-институт проведет для школьников яркую программу «Вкусные тропики». Ребят ждут экскурсия по плодовым растениям тропических и субтропических широт на запах фруктов, квест «Что за фрукт?» – дегустация тропических фруктов. Запись на программу обязательно. Начало в 10.00, стоимость билетов 500 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. И далее к спорту. Футболисты «Луча» попали под разгром от чеченского клуба «Ахмат». Приморский адмирал уступил лидеру чемпионата. Уссурийская звезда кикбоксинга Александр Захаров поборется за пояс чемпиона мира. Все подробности у Максима Яковлева. «Луч» и «Ахмат» сошлись в одной восьмой Кубка России по футболу. Приморцы приехали в город Грозный, дабы побороться за шанс пройти в турнире. Дальше. Хозяева, будучи наголову выше в статусе, ожидаемо взяли игру на себя. Уже на 11-й минуте открыли счет. Своё преимущество «Ахмат» довольно быстро увеличил. Желто-синий сфалили в штрафной и получили пенальти в свои ворота. 2-0. С такими цифрами команды ушли на перерыв. Во втором тайме «Луч» не потерял настрой и даже смог реализовать штрафной удар. Саламатов с дальней дистанции красиво положил мяч в ворота. Однако надежды на камбэк довольно быстро пропали, когда чеченская команда за три минуты забила два гола подряд. Финальной нотой разгрома стал и пятый мяч в воротах «Луча». Голкипер Ребров далеко вышел из своей зоны, за что был наказан дальним перебросом от Глушакова. В итоге 5-1. «Ахмат» проходит в 1-4, а «Приморцы» выбывают из борьбы за Кубок России. Хоккеисты «Адмирала», будучи на выезде, встречались с «Акбарсом». Казанская команда – лидер Восточной конференции КХЛ. Однако по-настоящему хозяйской игры у кошачьих не получилось. Весь первый период соперники играли ровно. Борьба шла по всей площадке. Однако счет удалось открыть только к середине второго периода, когда «Приморцы» ошиблись в обороне. 1-0. Моряки могли отыграться сразу, если бы не отличная игра голкипера «Акбарса». «Адмирал» бросал по воротам и в третьем периоде, но шайба так и не залетала. В итоге под конец гостям пришлось снимать вратаря и выпускать шестого игрока. Риск не оправдался. «Казанцы» в быстрой контратаке забили вторую шайбу в пустые ворота. Причем всего за 30 секунд до финальной сирены. 2-0. Следующий матч «Адмирал» проведет 2 ноября в гостях у «Спартака». Приморский кикбоксер Александр Захаров проведет бой за титул чемпиона мира. Поединок состоится 1 ноября в Москве во дворце спорта «Лужники». Именитый уссурийский спортсмен будет сражаться с французом Закария Лауатни. Иностранный соперник имеет в своей копилке чемпионство Европы и Франции. У Захарова список заслуг определенно больше. Он двукратный победитель чемпионатов мира, Европы и России. Профессиональная встреча этих кикбоксеров пройдет в рамках традиционной битвы чемпионов. На этих международных соревнованиях зрители увидят поединки и по другим единоборствам. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Паллада отправляется в кругосветку из Владивостока. Бегат планирует максимально близко подойти к Антарктике. Многоэтажки Владивостока преображаются. Ремонт фасадов ведется по десяткам адресов Приморской столицы. Их чистят, заделывают швы и красят. Жители стареют, а численность населения сокращается. Статистика показала главные экономические угрозы Владивостока. Пора утепляться. В Приморье на длительных выходных придет похолодание. Синоптики советуют воздержаться от выездов на природу. Хоккеисты Адмирала и футболисты Луча потерпели поражение в последних матчах. Ведьмы, малефисенты и вампиры. Праздник не наш, но яркий и веселый. Молодежь Владивостока готовится отметить День всех святых или Хэллоуин. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова